Задумайтесь на секунду, что получает Иран. Он получает дорогу к созданию ядерного оружия, доступ к межконтинентальным ракетам. С него снимают санкции. Он получает сотни миллиардов долларов и продолжает оставаться террористическим государством. А что получают США и Израиль? Парады и призывы экстремистов к уничтожению США и Израиля. Большинство участников митинга были представителями еврейских общин и сторонниками политики государства Израиль. Выступающие называли соглашение с Ираном капитуляцией и самоубийством. Изменой по отношению к таким союзникам США, как Саудовская Аравия. Гибелью для всей западной цивилизации президента Обаму называли слабым. Это было бы хорошее соглашение, если бы его заключили с Данией. Но оно заключено с правительством, которое является теократическим, тоталитарным, способным на геноцид, империалистическим. Яростная волна вербального негодования обрушилась на сенатора-демократа Чарльза Шумера, одного из двух сенаторов от штата Нью-Йорк, который пользуется в Вашингтоне большим влиянием. Его на акции не было, но участники пригрозили не голосовать за него на следующих выборах, если он поддержит соглашение с Ираном. Это поощряет терроризм, это укрепляет Иран, это ослабляет Америку и ухудшает ситуацию на Ближнем Востоке. На акцию протеста приехали из разных городов и штатов страны, в частности, представители еврейской общины из города Колумбуса, штат Огайо. По этому соглашению у Ирана будет слишком много времени перед прибытием инспекторов. Чтобы скрыть все следы производства ядерного оружия. Санкции с Ирана снимают слишком быстро. И все соглашения не дают достаточных гарантий того, что процесс будет работать. Не обошлось и без идеологических столкновений. Хасидская община Натурей-Карта бросила вызов противникам соглашения с Ираном. Это ультрарелигиозные евреи, которые выступают не только против политики, но и против самого существования государства Израиля. Мы тут стоим через дорогу от антииранской акции протеста. И заявляем, что Израиль и сионисты вмешиваются в международные дела и политику. Разрушают мир, за который выступает большинство мировых лидеров. Это позор для нашего народа и позор для нашей религии. На их плакатах были призывы мирно демонтировать государство Израиля. Let them out! Let them out! Последователей Натурей-Карта для их собственной безопасности полиция попросила перейти на другую сторону Бродвея, где они и продолжали выражать свое мнение в соответствии с их правом на свободу слова.